Приветствую всех. Сегодня у меня iPod модель 1421. Будем менять дисплейный модуль. Недавно я снимал видео. Меняли кнопку Home. Точнее не меняли там, а ремонтировали, так скажем. Сейчас принесли такой же, только с разбитым дисплейным модулем. Не знаю его цену. Мне уже принесли с модулем. Клиент принес такой дисплейный модуль, разъемы, дисплей touch. Голограмма стоит. Дисплейный модуль он заказывал у китайцев. Здесь у нас в Барселоне знакомое место. Довольно неплохого качества, я сам у них часто заказывал. Итак, давайте его осмотрим для начала. Первое, на что нужно обратить внимание, это вот на вот эти вот сбитые углы. Довольно ушатанный iPod. Битый, разбитый, помятый. Вот вмятина. То есть в чем может быть проблема? Проблема может быть в том, что новый дисплейный модуль сюда просто не влезет. Ввиду того, что углы деформированы. Дисплейный модуль стоит практически без зазора. Практически вообще без зазора. Этот вопрос тоже можно будет решить. Я покажу, как я это делаю. Итак, давайте с нее старый разбитый дисплейный модуль. Включаю фен. Разогреваем поверхность. Так, снимаем аккуратно. Такой вот металлической лопаткой снимаю. С другой стороны. Чем острее, тем лучше, тем удобнее будет снимать. Потому что зазоров нету. Так. 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 Продолжение следует... 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 Смотрим. Вот этот винтик мы сейчас открутим. Что у нас здесь? Здесь у нас разъём батареи. Что у нас под антистатикам? Понятно. Разъём шлейфа. Давайте посмотрим. Аккуратно отсоединяем, дабы не повредить разъём. Я так понимаю, это разъём шлейфа нижнего модуля. Скорее всего, винтов нет, как видите. Такие вот неудобные разъёмы стали делать. Что мы будем делать здесь? Попробую пристегнуть снизу. Можно. Дабы не отклеивать, не отсыпать эти разъёмы. Достаточно неудобно. Так, здесь у нас задняя камера. В общем-то можно и допустим, этот разъём можно будет пристегнуть с этой стороны. Этот разъём. Разъём. Так, это у нас был тачскрин. Это у нас разъём дисплея. Отстегнули. Отстегнули. Так, теперь нужно умудриться его как-то пристегнуть, не снимая батареи. Хотя... Батареи, конечно, не мешало бы снять. Это будет правильно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что-то новое. Я такое ещё в айфонах не видел. Точнее, в продукции Apple. Так. دة сзади отожду. Аккуратно снимаем. Пытаюсь снять наклеечку. Какая активная место настройка. Так. Одну для меня расскажу. Теперь мы можем посадить... Его поüşтPECスト0. Давайте все-таки снимем батарею и сверху ее потом просто заклеим обычным антистатиком. Я думаю, вот эти причиндалы ни к чему. Итак, паяльник. Только включил паяльник. Нагревается. Ставлю на паузу пока. Итак, паяльник готов. Давайте снимем батарею. Добавляем флюс. Добавляем флюс. Здесь у нас отстегнутая задняя камера. Мы ее сейчас пристегнем. Да, вот этот вот нижний шлейф нижнего модуля. Вот этого модуля. Вот он здесь у нас припаян. Думаю, нет смысла его отпаивать. Лишние заморочки ни к чему. Так, давайте пристегнем новый дисплейный модуль. Хотя, я думаю, правильно было бы пристегнуть там его пристегнем, а вот влезет ли он сюда, в погнутую рамку. Это одна из основных проблем, которая появилась после того, как у продукции Apple появились алюминиевые корпуса. Да, здесь явно мешает нам вот этот угол. Что можно сделать? Можно его просто подрезать с этой стороны. Это будет совсем незаметно. Видите, да? Стружка снимается. Это будет совсем незаметно. Просто других вариантов здесь я не вижу. То же самое я делаю с айпадами. Очень часто подрезаю таким вот способом углы на айпадах. Особенно на айпадах мини этот способ. Очень даже неплохой. Но опять же, если погнуто не слишком сильно, не слишком вогнуто внутрь. Вот если... Если слишком сильно вогнуто, если снятие такой вот алюминиевой стружки не помогает, то там уже приходится срезать углы просто-напросто. Потому что... Потому что... Иначе... В дисплейный модуль просто не влезет. Ну, а на айпадах это делается для того, чтобы посадить тачскрин. Тоже часто такое бывает, учитывая, что там зазоров практически нету. Тачскрин на айпадах мини просто не влезет и приходится вот так вот срезать углы. Срезали углы. Ну, вот этот вот тоже, да, тоже помятый. Красиво, конечно, выглядят алюминиевые рамки. Солидно смотрится. Ну, что касается ремонта, падения этих телефонов с этими алюминиевыми корпусами, конечно, жесть. Приходится... Или откусывать, перекусывать, или срезать. Поэтому клиенту мы всегда объясняем. Видите, да? Вот. Можно попробовать. Со стороны, с изнаночной стороны. Как это будет смотреться. Вот вроде влазит. Вроде. Опять же, чтобы нормально примерить, вот с этой стороны, нужно разбирать пол телефона. А то и весь. Сторона разборки и ремонта и полпродукции, я смотрю, их не очень интересует. Вот. Учитывая то, что они не ремонтируют, а просто-напросто меняют свою продукцию, поэтому, я думаю, они не сильно заморачиваются насчёт ремонта. Наоборот, мне кажется, они заинтересованы в том, чтобы, чем сложнее разбирался их аппарат, тем лучше для них. Всё продумывают. Всё продумывают. Итак. Давайте пристегнём. Давайте пристегнём. Давайте пристегнём. Давайте пристегнём. Что у нас здесь было? сначала нужно пристегнуть тач разъем тачскрина пристегиваем разъем тачскрина пристегнули разъем тачскрина пристегиваем так смотрим как он располагался у нас так вниз разъем дисплея также пристегивается внизу с этой стороны пристегнули разъем дисплея так камеру мы вставляем в рамку и вот здесь у нас еще стягнулась камера задняя основная ну вот она видите да вот разъем ее давайте ее пристегнем что сделать не так просто потому что мешает шлейф нижнего модуля так не хочет не хочет пристегнули так далее далее вставляем системную плату припаяем батарейку припаяем батарейку давайте включим проверим дисплей яблочко загорелось кнопка home кнопка home дисплей как вы видели да я снял целом здесь точнее дисплей модуль вот после этого восстановлю его сниму стекло закажу новое стекло можно заказать они есть с рамкой и просто поменяем вот девушка появилась я думаю я думаю все нормально так отключаем с кнопки так вот металлические антистатики выкидываю здесь просто заклею прозрачным желтым так давайте 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 систему плату прикрутим она у нас была на трех болтиках винтиках вот я их положил положил отдельно то же самое делаете конечно же складываете так чтобы нужно было запомнить дисплейный модуль на данной айпаде я меняю как вы уже догадались первый раз айпаде айпаде поэтому все это выходит так медленно у меня снимаем пластик с этой стороны так это миллиограмма завода производителя тоже здесь не в тему китайская когда-то я работал с ними здесь в испании итак давайте заклеим здесь смысл заклеить я не вижу он уже есть разъем батареи нужно заклеить обязательно отрезали снимаем дисплейного модуля транспортный пластик кнопку home не забывайте установить защитный металлический защитный экран просовываем кнопку home в отверстие обратно защелкиваем экран здесь по бокам так теперь теперь нужно разобраться так у нас совпадает с отверстием теперь нужно разобраться с винтиками вот я их разложил тоже покажу по порядку то есть как они располагаются на защитном экране у меня то есть верху закручиваем два самых коротких с широкой шляпкой так шесть одинаковых у нас идут вот сюда вот я их оставлю в последний момент так вниз у нас идут вниз сбоку у нас идут вот сюда вот в бок у нас идут два одинаковых винта один один и такой же второй такой же второй закрутили так сюда у нас идут у нас идут два разных винта самый низ сюда у нас идёт винтик подлиннее и сюда у нас идёт винтик покороче ну и здесь шесть одинаковых винтов вот они у меня здесь все powder накручиваю вот скверт вот что я закручиваю Проскакивает отвертка, последний момент, так ныне в тему звонят. В общем-то, все готово. Ставим кнопку «Hone». Так, камера. Вставляем. Вставляем аккуратно камеру. Прям с натягом засовывается туда. Так, вот эту беду нужно разогреть. Так, и теперь самое основное. Нам нужно установить дисплей в эту гнутую рамку. Сначала мы устанавливаем вверх, вверх, потом вниз. Не обращайте внимания на боковины. Мы их засунем, когда будет установлен вверх и вниз. Я так делаю обычно, когда гнутая рамка, как вот эта, установили вниз. Еле-еле. И потом уже, когда низ вверх установлен, начинаем опускать аккуратно боковиной. Вот. Такой способ. Очень удобен при гнутых углах. Как видите, все работает. Все работает. Довольно долгая замена у меня получилась. 32-33 минуты. Но, тем не менее, я думаю, получилось вполне нормально. Итак, друзья, только что мы с вами заменили дисплейный модуль на модели А1421 iPod. Всем спасибо за внимание. Удачи в ремонте. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.